друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях и изменениях которые происходят в новостном фоне не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы если такие есть секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки ну что ж новая неделя новый месяц и сегодня мы стартуем с осознания того что американская экономика остается на самом краю пропасти фискального утеса поскольку республиканцы демократы не договорились о новых мерах экономического стимулирования и об увеличенных пособиях по безработице я думаю конечно же что на этой неделе будет больше конкретики и скорее всего они придут к какому-то компромиссу и общему знаменателю но в целом друзья мы изначально сейчас настраиваемся на то что динамика может быть в ходе торговой сессии понедельника сегодняшней азиатской сессии может показаться что торги протекают как-то вяло но друзья это затишье перед бурей потому что уверен те тенденции с которыми мы работали ранее на протяжении последних недель они будут продолжаться даже несмотря на то что кажется что многие активы уже достигли своих немыслимых значений локальных максимумов какие-то инструменты локальных минимумов тренд на ослабление доллара будет продолжаться потому что чем активнее будет позиция регулятора сша и властей по дополнительному стимулированию тем больше будет осознание риска вот этого значительного на расползание инфляции последующей девальвации национальной валюты и того что будет происходить вот с этими глобальными трендами ну что ж давайте начнем сегодня с рынка нефти как и всегда 43 28 сейчас мы видим котировки по бренду друзья я все-таки хочу конечно же продать нефти вы знаете мою позицию я неоднократно озвучивал и повторял но хочется мне сделать это через заход через максимум 45 долларов за баррель поэтому несмотря на предсказуемое предположение о том что сейчас учитывая коррекцию опять же конца прошлой недели можно пробовать шортить я все-таки дождусь еще одного прострела наверх но я не настаиваю на том друзья чтобы вы поступали также если вы считаете что уже есть хорошее основание для продаж знаете я вас целом а поддерживаю потому что мы продолжаем а говорить о том что происходит с мировой экономикой в плане негативного влияния на нее коронавирусные инфекции учитывая рост случаев заражения в австралии в индии в испании в бразилии в штатах ситуация по-прежнему остается катастрофическая уже были пересмотрены прогнозы мирового экономического роста с 3 и 7 процента до минус 4 процента я думаю что концу года ситуация только ухудшится из-за того что лично я да и не только я не очень там верим в восстановление мировой экономики конечно же проблема спроса она останется тем более что сейчас эта проблема еще усиливается ростом предложения потому что текущие цены более чем приемлемы для того чтобы американские сланцевые производители возвращались большой нефтяной бизнес мы знаем то что буквально с 1 августа были автоматом повышены квоты по добыче странами опек плюс теперь страны опек плюс в рамках содружества энергетического пакта добывают на 2 миллиона баррелей в сутки больше не игнорируйте друзья риска вероятность того что рост предложения избыточного предложения он существенно будет опережать спрос и потребление нефти мировой экономикой и впоследствии вот это расхождение может стать причиной такой основополагающий для развития мощного нисходящего тренда к рынку нефти мы будем возвращаться впоследствии друзья в ходе этой недели когда выйдут обновленные данные по запасам но в целом сейчас видно что рынок топчется вот на каком-то уровне явно готовится какой-то мощные и ценовой динамики и будем рассчитывать на то что уже очень скоро начнутся вот эти долгожданные и мощные распродажи индекс американской валюты 93 41 друзья мои локальные цели сделали я хочу отметить то что прошлый месяц для индекс американской валюты стал худшим за последние 10 лет сейчас индекс доллара остается на минимуме за последние два года причина распродаж доллар я думаю что в целом как бы вопрос в студии это виталлический вопрос вы все прекрасно знаете почему сбрасывают американцы сейчас это отсутствие уверенности в том что американская экономика сможет восстановиться учитывая еще и крайне разрушительное воздействие на нее второй волны коронавируса прошло заседание федрезерва американский регулятор подтвердил планы сохранять мягкую монетарную политику содержать ставки на низких значениях и готов задействовать дополнительные монетарные инструменты если понадобится кстати говоря фрс подчеркнул что ситуация с рынком труда к сожалению в прошлом месяце продолжила ухудшаться и сейчас ни о каком восстановлении уже речи быть не может даже последний отчет по заявкам на пособия по безработице показал то что их число увеличилось на 12 тысяч до миллиона четырехсот тридцати четырех ввп друзья вы все помните второй квартал минус 32 и 9 худшее значение за всю историю со времен великой депрессии последний раз если сравнивать абсолютные цифры когда мы видели нечто отдаленно напоминающие вот этот релиз это был четвертый квартал 2008 года но тогда спад по моему друзья вот если мне не изменяет память составил восемь с половиной процентов и тут на контрасте 32 и 9 конгресс сша как я уже отметил не согласовали повышенные пособия по безработице это значит то что мы можем говорить о том что если этого решения не будет то макроэкономическая конъюнтура в штатах ухудшится в разы потому что именно эти пособия повышенные пособия по безработице объемом 600 долларов и были основным источником роста потребительской активности и того незначительного но все-таки улучшения в экономике который мы видели в последнем квартале твит трампа также помните о том что выборы могут быть перенесены конечно же у трампа нет таких полномочий согласно конституции перенести выборы может только конгресс но я думаю что трамп конечно же трамп это прекрасно понимает он попробовал забросить удочку потому что явно осознает что выборы будут проходить скорее всего дистанционно и если опять же ему не удастся держать победу можно будет оставить на то что данные с фальсифицированы и так далее короче друзья он готовит нас к тому что конец 2020 года исходя еще из политической темы будет это довольно жарким и еще вишенка на торте в слабости американского доллара фич в пятницу пересмотрел прогноз рейтинга а сша с стабильного на негативный это опять же обусловлено тем что есть очевидное осознание того что беспрецедентное стимулирование монетарной политики впоследствии приведет к катастрофическому росту баланса фреса и ослабление доллара в результате чего американская валюта может утратить статус резервной валюты на этой неделе друзья но он фармы ждем их соответственно еще одно потенциальное доказательство слабости американской экономики и будем выжимать опять же из всего вот этого тотального фона возможности для дальнейшего развития медвежьего ралли по индексу доллара ну и по остальным инструментом вкратце евро против доллара если мы ожидаем опять же снижение курса доллара риска может от этого выиграть по европейской валюте кстати мы достигли того целевого ориентира который отмечал чуть выше планки 1 18 я опять же вне позиции сейчас буду искать точки для входа фунт против доллара по стоп-лоссу закрылся на планке 1 30 друзья на этой неделе заседания банка англии и если британский регулятор анонсирует новый пакет экономических стимулов и расширение программы количественного смягчения вот тогда снова буду открывать шарты но опять же ближе к делу расскажу доллар канадец здесь мы длинных позициях 1 3409 мы покупали с уровня 1 34 в пятницу данные по рынку труда канады статистика прогнозируемо будет хуже чем ожидали оптимисты ранее и соответственно слабость статистики может ударить по канадцу если еще и нефть подсобит опять же развитием коррекционной динамики тогда а будем тестировать отметку 1 35 до конца этой недели и золото конечно же 1973 сейчас друзья здесь тоже все цели выполнены перевыполнены если вас интересуют долгосрочные ориентиры джипи морган считает что золото доберется до 3000 правда в перспективе 18 месяцев 2 300 цель это на 6 месяцев и голман сакс также считает что 2300 долларов за онскую это вполне реально друзья огромное всем спасибо за внимание всем пока